здравствуйте друзья я такой апдейт делаю на на новости избирательной кампании в субботу были выборы такие прайвери сдавы предварительные выборы в трех штатах у демократов у республиканцев ничего не было у демократов были три штата в этом процессе значит вашингтон аляска и гавайи то есть такой как бы серьезный запад и во всех трех штатах с жутким просто убийственным перевесом победил берни сандерс и о чем это говорит о том что сандерс популярен там где белые то есть я не говорю уже про молодежь студентов там и так далее что мысль о том чтобы обучить образование было бесплатным она конечно для молодежи очень привлекательно и не только образование но вот и медицина тоже потому что вот этот идеализм студенческий когда тебе внушают что вот ты учишься учишься а потом выучишься и все у тебя будет только учись хорошо знаете и вот это вот парадигма которая работала какое-то время ну там 50 60 она перестала работать и как-то вот молодежи не 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 просто с этим сталкиваться вот они хотят вот такого чтобы еще и учеб бесплатно и вот и медицина и вот тогда можно же как бы социалистическая идея привлекательно но у клинтон на стороне клинтон как бы меньшинство латинос а афроамериканцы вот они как бы с клинтон и а там где просто белые живут вот там соответственно получается что сандерс более популярный вот такая такой интересный расклад сандерс машет там шашками так наголо там эти вот эти три штата знать в один день три штата причем сокрушительно и вот он кричит но все теперь вот наша значит возьмет мы сейчас клинтон что победим там и так далее я не уверен конечно что он в состоянии победить дело в том что тут есть два обстоятельства значит первое обстоятельство состоит в том что все таки у клинтон есть существенный перевес вот в голосах которые уже получены на сегодняшний день и для того чтобы сандерсу побить клинтон вот в этих голосах его нужно во всех оставшихся штатах вот примерно также побеждать там 70 процентов что на самом деле нереалистично я думаю что даже в калифорнии где очень много латинос я я не думаю что у него есть шансы вот но если взять штат калифорнии тем более таким большинством я я очень сомневаюсь а что у нас дальше дальше у нас вот эти супер делегаты то есть чиновники партийные которые могут как бы голосовать там пост по своему усмотрению но они в основном то как раз то есть в подавляющем большинстве они на стороне клинтон поскольку она как бы аппаратчица сандерс такой революционер можно сказать не принадлежит к истеблишменту партийному так в общем такой большевичок тут на броневик залез там и давай картавить в общем не получается значит это должно какое-то чудо невероятное произойти но невероятно ну например вот допустим сейчас заарестуют кринтон за то что она с этими имейлами там неаккуратно обращалась вот сейчас ее там федеральное бюро по расследованию и и значит там заметят они кстати и и пригласили поговорить уже по этому поводу там история разворачивается и республиканцы очень сильно рассчитывают на то что им удастся ее вышибить из избирательного процесса вот вот через это но до сих пор пока что пригласили поговорить а там знаете как бывает вот если только вот что нибудь по этой линии произойдет до июля месяца и на съезде останется только сандерс я не знаю то есть при всем энтузиазме как бы берни можно сказать что шансов у него реально не просматривается значит я думаю что история с берни сандерсом гораздо интереснее не в том смысле что он может реально баллотироваться да то есть будет выдвинут кандидатом от демократической партии и в следующий раз я думаю уже совсем старенький будет и уже будет не до этого то есть вряд ли он сможет через четыре года но интересно то какой сдвиг происходит в стране вот это интересно вот это очень интересно при том что сандерс понимаете у него нет такого но что называется name recognition как у клинтон клинтон знают все она жена президента она была госсекретарем это не то что там какой-то человек который вообще непонятно откуда взялся и кто он такой и что он хочет и так далее то есть сандерс еще теряет очень много на том что никто не в курсе собственно кто это что за человек такой вот потом пенсионеры знаете вот они когда голосуют там пенсионеры голосуют за демократа очень сильно вот уж им гарантии нужны и вот пенсионеры там очень раннее голосование очень многие голосуют до того они вообще никакого сандерса не знают у них даже мысли нет что там два кандидата поэтому вот это вот социалистическая идея а тут народ то ставится старше пройдет еще четыре года что это значит это значит что те кто сегодня любит социализм к ним добавится за четыре года еще народец который помоложе так подрастает вот это вот такая тенденция интересно так что я вот думаю что надо надо бы через вот эту призму как бы будущих дел на это смотреть и с другой стороны тут как вам сказать и у республиканцев и у демократов и трамп и клинтон вызывают тошноту у многих понимаете и сегодня голосование идет скорее даже по принципу против трампа или там против клинтон то есть многие проголосуют скажем за сандерса потому чтобы быть против клинтон многие проголосуют многие республиканцы там процентов 15 говорят что проголосуют за кандидата демократов если трамп станет кандидатом от республиканской партии блумберг на днях делал опрос такой чтобы понять как сравниваются разные кандидаты на национальных выборах и получается что клинтон бьет трампа просто как 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 быковцу покрывает по серьезному бьет но клинтон проигрывает и и и крузу и кассич ну кассич вообще американцы называют на кейсик да вот я я уж так как то так прочитываю американцы зайки кейсик давайте будем кейсиком называть значит и и крузу и кейсику проигрывает клинтон то есть на кейсике никто особо не ненавидит вот нет такого чтобы его ненавидела вся страна и вообще там ну мало народу знает знаете а клинтон ненавидит многие поэтому получается что вот кейсик даже кейсик у которого вообще-то и голосов никаких нет там внутри республиканской партии и он бы ее побил но не трамп в общем казалось бы в уравнении появляется меньше остается меньше неизвестных но с другой стороны добавляются какие-то новые и вот или так по-другому мы скажем что в бассейн начинают впадать какие-то новые трубы и начинают выпадать или какие-то другие трубы разного диаметра и в общем уровень воды до сих пор непонятен так что продолжаем наблюдение друзья а я сегодня поеду не прямо в офис а заеду на станцию обслуживания технического чтобы мне маслица заменили вы вообще там что положено посмотрели на автомобильчик все друзья счастливо